Путешествовать по разным странам, спуститься к самому центру земли, подняться на воздушном шаре, познакомиться с интересными людьми, писателями, путешественниками, учеными. И все это не выходя из дома? Возможно ли это? Конечно, стоит лишь взять в руки книгу. Молодежная студия телеканала Видное ТВ представляет новую передачу для школьников по страницам книг, которая выросла из одноименной рубрики передачи «Наше время». Молодежно-досуговый центр «Кинетика» нас привела наша Полина Рогозянская. Она-то нам и расскажет о клубе. Рада вас приветствовать в «Кинетике». Здесь очень уютная и теплая атмосфера. Здесь собираются только друзья. Мы тут играем в настольные игры, в видеоигры, также общаемся, играем на гитаре. И, конечно, читаем. Ну что, готовы к литературному путешествию? Конечно, с радостью! Идемте! На следующий день после утренних занятий с Мэндейрой Василису ждал сюрприз. Приехал Нортон-старший. Весть об этом принес клокер, сообщив, что в чернолюд пожаловали важные гости. А вскоре девочка и сама получила через часолист просьбу отца нарядно одеться и спуститься в каминную залу. Заинтригованная, но вместе с тем настороженная Василиса наспех оделась. В первое попавшееся платье кое-как причесалась и в две минуты преодолела три лестницы и два коридора. Сегодняшнее заседание нашего литературного клуба посвящается книжке, которую написала Наталья Щерба. Часодеи. Эта книжка вышла в 2012 году. Первая часть Часодеев называется «Часовой ключ». Прочитав ее, я уже не могла спать ночами. И все хотелось узнать, чем же дело закончится. Книга познакомила меня с героями. Василисой, с ее папой, которого зовут Нортон, с ее многими друзьями. Речь в книге идет о совсем обыкновенной девочке Василисе, которая учится в обыкновенной школе, живет с бабушкой и ходит на кружки гимнастики. Но вдруг в один прекрасный день она понимает, что она совсем с другой планеты, которая называется Ифлара. Василиса радостно прокрутилась вокруг себя. И тут же пространство вокруг нее озарилось тысячей сверкающих искорок, как будто разом взорвалось несколько новогодних лопушек. Сегодня же полнолуние. Приглядевшись, Василиса с изумлением увидела, как вокруг нее кружатся серебристые и золотые цифры. И даже огненно-красные. Василиса отчаянно замахала руками, пытаясь унять разноцветия, но воздух еще больше замерцал. Цифры быстро кружились и весело подмигивали ей, как живые. Она всплеснула руками, но из ладошек вырвался на волю еще один веселый снов цветастых искор. Причем алых заметно прибавилось. Стоп, 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 Варя, ты меня что-то запутала. Василиса прибыла на планету Ифлар. А при чем тут цифры? И что это за планета такая? Представляете, на Ифларе самым обычным делом является волшебство. И всем заправляет часодеи, которые управляют временем и числами. Василиса оказалась дочерью самого могущественного часодея этой планеты, Нортона. На землю он ее отправил, потому что она не нужна была ему, он ее не любил. Она стала, так называют землю на Ифларе, отец отправил ее, потому что не любил ее, она была ему не нужна. Вернувшись на родную планету, Василиса повстречала очень много ремесленников и волшебников, которые оказались хорошими людьми и стали ей друзьями. Она открыла множество семейных тайн, в том числе и тайны своего происхождения, и встретила настоящую любовь. Подождите, девчонки, любовь, другая планета, волшебство. Ну а мне-то будет интересно это читать? Андрей, я думаю, что эту книгу будет интересно прочитать всем. Там очень много приключений, а основной сюжет строится на теме борьбы добра со злом. Но в зале было пусто. Совершенно. Ни Войта, ни Миракла, ни фашист Захарой, ни тех, кого назвали Реттом и Феликсом. Словно все они провалились без времени. Впрочем, Василиса ошиблась. Кое-кто все же остался. Вред! Левую ногу вдруг обожгло сильной болью, как будто из плоти вырвали кусок мяса. От шока Василиса выронила часовую стрелу и упала на колени, схватившись за рану. Сквозь ткань ее брюк проступила кровь, мгновенно окрасив пальцы в алый цвет. Она подняла голову и увидела Феша. Он стоял на самой последней уцелевшей ступени, полуразрушенной лестнице. Его руки были сложены на груди, глаза устремлены вниз, на Василису, рот плотно сомкнут. Кажется, мальчишку совсем не пугала пропасть, разведшаяся над ним. Так, 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 мы здесь больше не читаем, Часадеев, я хочу прочитать все сама, от первой части до пятой, дома. А книг-то уже не пять, а шесть. Совсем недавно вышла последняя книга из серии Часовая битва. Рекомендую прочитать другие книги Натальи Щерба, Быть ведьмой, и вышла первая часть книги Чародона. Наш клуб создан на базе библиотеки совсем недавно, то есть в феврале этого года. Мы хотим поменять отношения людей, детей к библиотеке. То есть все воспринимают библиотеку как какое-то такое тихое, спокойное место, где можно сидеть, заниматься. Мы хотели сделать этот клуб для того, чтобы привлечь молодежь. У нас тут созданы все условия для ребят. У нас есть игры, у нас есть настольные игры, у нас есть компьютерные игры, у нас есть аэрохоккей, у нас просто можно посидеть, выпить чаю. В общем, для ребят у нас очень разнообразная программа, каждый сможет себе найти занятие по душе. Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 4 часов до 8 вечера. Мы вас ждем, приходите, всем будем рады. Редактор субтитров А.Семкин